Приветствую всех, кто заглянул на мой канал умно и разумно. Сегодня мы поговорим о плоскостопии, который на первый взгляд кажется незначительным дефектом, на который можно не обращать внимания. Но с возрастом этот недуг приводит к искривлению позвоночника, нарушению осанки, проблемам с опорно-двигательным аппаратом и деформацией внутренних органов. Именно поэтому плоскостопие необходимо лечить как можно раньше и бороться с ним нужно еще в детском возрасте, как только обнаружится деформация стопы. Наиболее эффективным способом решения проблемы является гимнастика при плоскостопии. Рассмотрим наиболее полезные гимнастические упражнения, которые помогают вернуть в норму свод стопы. Первое. Ходьба на носочках. Вернуть тонус мышцам стопы хорошо помогает ходьба на носочках. Для этого необходимо встать на подушечки пальцев и пройтись вперед. Это и все следующие упражнения выполняются босиком. Ходьба на пятках. Для борьбы с вышеназванной проблемой хорошо помогает ходьба на пятках. Встав на пятки, необходимо сделать минимум 8 шагов, стараясь тянуть носочки как можно выше. Колени при выполнении движений прямые, работают уставы. Для большей эффективности можно чередовать ходьбу на носочках с ходьбой на пятках. Ходьба с внешними сторонами стопы. Попробуйте встать на внешние стороны стопы, словно косолапый мишка, и сделать несколько шагов. При этом стоит как можно сильнее сжимать пальцы на ногах. Балетная стойка. Поставив ноги на ширине плеч, необходимо развернуть носки врозь, чтобы они образовали прямую линию, а пятки смотрели друг на друга. В такой позе нужно плавно подниматься на носки и возвращаться в исходное положение до 10 раз. Для удобства руками можно опираться на спинку стула. Опора на пальцы ног. Встав на четвереньки, пальцами ног следует упереться в пол, а затем сесть, касаясь поверхности, лишь коленями и пальцами. Такое упражнение отлично напрягает стопу, а значит будет способствовать ее укреплению. Далее, хождение по брусу. Для этого упражнения необходимо запастись длинным деревянным брусом, примерно 5 см в ширину. Передвигаться по нему необходимо боком или же двигаться прямо, развернув носки в стороны, а пятки внутрь. Перекатывание палки. В положении сидя, опираясь на руки, необходимо перекатывать ступнями палку диаметром в 3 см вперед и назад от носков к пяткам. Длиться такое упражнение должно не менее 3 минут. Собирание предметов. Отличным способом вернуть гибкость стопам станет следующее упражнение. Приняв сидячее положение и упираясь руками в пол, нужно захватывать пальцами ваших ног различные мелкие предметы. К примеру, карандаши, шарики, шнурки, после чего перекладывать их в другое место. Усложнить данное задание можно перемещением более крупных предметов, например, кеглями, мячиком, для чего необходимо захватывать их внутренними сводами стоп. Главное регулярно выполнять эти несложные упражнения. Полезно знать, что нужно ходить босиком побольше, лазить по гимнастической лестнице, если, конечно, это возможно, ходить по бревну и ортопедическому коврику. Можно использовать игольчатые полусферы и мячики для массажа стопы, укрепляя тем самым связки и мышцы стоп и голеносные суставы. Благодарю за внимание. Всем пока!